Сертификат на 10 миллионов тенге, а также спортивный инвентарь подарил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов воспитанникам детского дома Таншулпан. Эти деньги детдом сможет потратить на обустройство спортивной площадки своего загородного лагеря. Глава региона посетил детский дом в честь Дня защиты детей. Это Таркаролийский лагерь. Там все дополнительные спортплощадки, волейбольные, футбольные. Я думаю, хватит, наверное, много денег. Я еще сказал, здесь теннисный стол у вас треснутый, но новые на днях отправили. А еще футбольные мячи, тренажеры и другой спортивный инвентарь подарил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов воспитанником детского дома Таншулпан. Не случайно все подарки так или иначе связаны со спортом. Футбольная команда детского дома в 2015 году стала победителем турнира «Навстречу мечте». Юные спортсмены выиграли главный приз – поездку в гости к футбольному клубу «Бавария». Сегодня команда борется за право посетить английский клуб «Челси». Особенно мне понравился спортивный инвентарь – это тренажеры, футбольные мячи. И я люблю играть в футбол. Наша команда в этом году прошла отборный областной турнир по футболу. И мы едем в Алмату на республиканский чемпионат по футболу в настоящем мечте. Тут у нас прихожая комната. Здесь мы храним свою верхнюю одежду и обувь. В детском доме семейного типа Таншулпан в настоящее время воспитывается 98 детей. Воспитатели заявляют, что здесь уделяется максимальное внимание всестороннему развитию каждого ребенка. В этом убедился глава области Ерлан Кошанов. Он познакомился не только с условиями проживания детей, но и с их творческими работами. Особенно поразило Акима умение детей создавать миниатюрные модели кораблей в бутылках и даже в лампочке. Экскурсию по детскому дому для Акима провела 9-летняя Анастасия Салихова. Настя призналась, что День защиты детей для нее едва ли не самый любимый праздник. У меня настроение отличное, потому что этот праздник мой почти самый любимый. Ну-ка рассказывай, почему. Ну, потому что собираются много детей. Они все радуются, веселятся. Выступая с поздравительной речью, Ерлан Кошанов дал слово посещать детский дом чаще, а не только по праздникам. Аким области пожелал воспитанникам исполнение всех мечтаний. Благо, все условия для этого имеются. Мы, взрослые, во главе с нашим президентом делаем все возможное, чтобы у вас было светлое, прекрасное, счастливое будущее. Я думаю, все возможности у нашей страны для этого есть. Я уверен, вы станете такими людьми, как ваши те выпускники, которые от вас они выпускались. И на сегодня они представляют в нашей стране вашу школу. И в будущем вы станете самыми-самыми счастливыми жителями нашей страны. И в первую очередь это будет зависеть не только от нас, а от взрослых, а от вас самих. Надо верить в себя. В первую очередь. Продолжилась встреча небольшим концертом, подготовленным силами воспитанников детского дома. И в завершение традиционное фото на память. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.